На 15-м году правления короля Уиджа в Самгук саги «История Троицарствия» есть запись, что в феврале дворец наследного принца был был отремонтирован с чрезвычайно великолепной скоростью и был построен Манхэчжон к югу от дворца. В хрониках Японии говорится, что методы ландшафтного дизайна Гуннамджи были завезены в Японию и стали началом японского ландшафтного дизайна. Кунгнамджи связан с историей рождения короля Му Пэкчи. Женщина, которая была служанкой короля Биопа во времена династии Пэкчи. Родила сына от бога дракона, пока жила одна возле пруда. Ребенком был Садон, который стал королем Му, сменившим короля Биопа. Король Пуи имел сильный жреческий характер в аристократической конфедерации, поэтому при неурожае или стихийное бедствие, он был изгнан из дворянского двора совет или обычно убивают. Похоже, что избирательный монархическая система, в которой представитель называется «королем», был избран в системе аристократической коалиции, продолжал поддерживаться. На самом деле его зовут «король», что вызывает непонимание, и, похоже, в то время он был священником. Логика заключалась в том, что члены королевской семьи помогли основать страну, и король также избирался члены королевской семьи. Поэтому они имели право свергнуть или убить короля. Шло время, и королевская власть постепенно укреплялась. Этот обычай исчез, но он не пользовался такой силой королевская власть. Как и в других соседних странах. Во время войны король вел дворян и свои войска в войну, но правил он лишь как представитель дворяне. Дворяне руководили своими группами автономно, и контроль центрального правительства, естественно, был слабый. Из-за этой политической системы, несмотря на наличие верхней рука в отношениях с Гога-Урё. Внутренние раздоры вспыхнуло среди благородных сил, когда король Дэ так был схвачен и обезглавлен в битве с Гога-Урё. «Царь дает мне грех». В результате власть Буйо была рассеяна. И в последующих поколениях Буйо не смог превзойти национальная сила Гога-Урё, не сумевшая развиться из государства конфедерация к древнему государству, и в конечном итоге что привело к его краху. Буйо был столицей Пэрчи, одной из древних государств Кореи. Я познакомлю вас с особенностями Буйо в Корее. Буйо – древняя корейская нация. Состоящая из нескольких племен сосредоточились вокруг реки Сонхва, в северном районе современной Маньчжурии. Существование Пуя началось с позднего периода солнца Годжо, до середины периода Троицарствия. В корейском историческом образовании это объясняется как унитарная концепция, согласно которой вся история Кореи начинается с Донгуна и Годжо Сон. Но Пуя – древнее военное государство, которое сосуществовал в то же время, что и Годжо Сон, и вполне далеко от его центральной части. Также стоит отметить, что королевские семьи – основные страны, являющиеся предками корейского народа, такие как Гога Урё и Пэг Че, каждый утверждал быть выходцем из стран, связанных с Пуя, а не из Чо Сон, по крайней мере, в тех повествованиях, которые они сами выдвигают. Конечно, существует также теория, что король Дзюн Годжо Сун, король Махана отправился на юг. И в любом случае, это правда, что Буйо – как Годжо Сон. Это нация благородных людей, современный корейский народ представляет собой сплав различных этнических групп. Распространенные в регионе из Маньчжурии на корейский полуостров на протяжении тысячелетий, сосредоточены на народе ямаек. Буйо – древнее государство корейского народа. Отдельно от Годжо Сун. Отдельно от Годжо Сун. Продолжение следует...